Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Сегодня в качестве трудовых мигрантов, преимущественно в России, находятся более 160 тысяч таджикских женщин. Это официальные данные. Основная часть выехавших – это женщины 25-35 лет. Что же толкает таджикских матерей покидать родину и искать счастье в далеких краях? Попытался узнать Галим Фасхудинов. Сегодня в России работают около миллиона граждан Таджикистана. Почти 15% из них – женщины. По оценкам сотрудников международных организаций – это не критический показатель. Но близкий к этому, прогнозируя дальнейший рост женской миграции, наблюдатели предлагают государству задуматься над разработкой специальной программы, которая бы защитила права таджикских женщин за границей. Все дело в том, что социальных проблем у представительниц слабой половины за рубежом становится все больше, рассказывает эксперт Центрально-Азиатской аналитической группы «Евразийское развитие» Джамшет Мамаджанов. Расширяя поле социальных возможностей, миграция помогает женщинам добиваться успеха, достигать своих целей. Это факт. Но вместе с тем нужны решения, которые бы снимали остроту рисков, с которыми сталкиваются женщины на заработках за рубежом. Это и доступ к медицине, защита от насилия и принуждение к тяжелому труду. Таджикистан мог бы обратить внимание на филиппинский опыт, где уже принято и действовать подобная программа. Душанбинка Шахло Забирова два года работала в России, учительницу по специальности. Отправиться на заработки заставила нужда. Женщина начинала трудиться на рынке постепенно с помощью появившихся связей, устроилась работать в ресторан. Пять лет назад она вернулась домой, теперь снова пакует чемоданы, говорит, что нужно ехать. Встал вопрос будущего детей. Я одна, без мужа, воспитываю двух сыновей. Одному уже поступать в ВУЗ. Нужны большие деньги. Мой второй сын уже растет, и мои родители уже пожилые. И, конечно, дома должны быть, наверное, какие-то хоть сбережения, деньги. Я, конечно, никогда в жизни не думала, что мне вот так придется мыкаться на чужбине. Уроженка Харога Бану Мамадназарова уже около 10 лет живет в Москве. Она вдова. Муж пропал без вести в годы гражданской войны. Не сумев устроиться в Душанбе, женщина отправилась в поисках счастья в Москву. Работала посудомойкой в кафе, потом устроилась сиделкой, ухаживала за стариками. Совсем недавно Бану вернулась на родину, чтобы оформить загранпаспорт. Теперь опять в дорогу. В российской столице у нее работа. Там же ее ждут и сыновья, которые за годы жизни в Москве уже стали взрослыми мужчинами. Будут уже свои дети, я знаю, что, по-моему, они постоянно будут в Москве. Я так думаю. Они даже не хотят, чтобы сюда приезжать. Они сейчас гражданство себе делают. Я думаю, что дальнейшее не останется там. Одним из основных мотивов, который толкает таджикских женщин отправиться в миграцию – желание заработать деньги. На это указывают результаты социологических опросов. Но лишь немногие за рубежом добиваются успеха. Как правило, женщины соглашаются на тяжелую работу в сфере услуг или торговли. Вот что говорит эксперт по гендерным проблемам из Душанбе Алла Куватова. Там другой менталитет, другие отношения, другие традиции, другая культура. Они должны туда встроиться. Некоторые встраиваются. И вот они успешны на самом деле. По данным доклада научно-исследовательского фонда «Панорама» в Таджикистане, рабочая неделя женщин-мигрантов в России составляет 6 дней. При этом их трудовой день, как правило, длится 10-12 часов. 40% своего дохода они отправляют на родину. Одна из острых проблем для мигрантов в чужой стране – забота о детях. Каждая десятая женщина отправляется за рубеж, беря с собой детей. Но только треть из них попадают в школы и детсады, отмечает социолог Татьяна Бозрикова. Здесь вообще очень сложная ситуация в связи с тем, что большая часть детей не знает русского языка. В принципе, там взяли бы детей, допустим, в школу, но если дети не знают русского языка, они, конечно, не могут обучаться. От детсад тоже возникает проблема, опять-таки, из-за незнания языка. И здесь, может быть, есть смысл, если компактно как-то там проживают наши трудовые мигранты, подумать, вот, так сказать, о мини-детсадах, что ли, для этих детей, но это такая сложная, конечно, проблема. Наряду с минусами трудовой миграции женщин есть и плюсы. Примерно 11% женщин заявили, что на заработках приобрели деловой и профессиональный опыт. Около 5% отметили, что благодаря заработанным средствам смогли открыть свой бизнес. 75% женщин отметили улучшение материального благосостояния своих семей. Поэтому около трети женщин признали, что хотели бы жить и работать в России длительное время, до года и более. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин